Мы будем вспоминать это специальный проект телекомпании Бурят-ТВ, посвященный 77-й годовщине победы Великой Отечественной войне. Это уникальные истории участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. И сегодня мы встретились с тружеником тыла Иринчиновым Балдан Дамба-Эрденеевичем. Балдан Дамба-Эрденеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Балдан Дамба-Эрденеевич Иринчинов родился в 1930 году в Улусе, Ашанга, Хоринского района. С 10 лет работал в колхозе имени Ленина. Ввиду отсутствия взрослых, ушедших на фронт, практически вся работа ложилась на плечи женщин, детей и подростков. В 11 лет Балдан Дамба остался сиротой. Вспоминать детство и военные годы ему очень тяжело. По словам труженика тыла, чувство голода присутствовало всегда. Балдан Дамба-Эрденеевич Иринчинов награжден орденом имени Ленина, трудового красного знамени, медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Когда началась война, сколько лет вам было и где вы услышали, узнали, что началась война в фашистской Германии, напала на Советский Союз? Когда началась война в 1941 году, мне было 11 лет. Я тогда работал, тогда же жил в Хорденском районе, село Ашанга. В колхозе работала, все колхозные, черные работы, все прошло. А где вы были-то, когда узнали, то есть, что вы делали, играли? Да, вроде на улице было. И мы очень огорчились, потому что началась война. В то время я сильно не знал, что за война. И не знал, сколько продолжится эта война. А кто-то из родственников, отец ваш, дядя, братья, на войну ушли? Они все ушли на войну, только мы остались, дети, маленькие дети, да бабушки. А кто-то из близких родственников ушел на фронт? А родственники ушли, а дядя, брат ушел на фронт, он служил на правлении Сталининграда. Сразу забрали в армию. В 1941 году ушел, в 1946 году и безливался после войны. Он вам что-нибудь рассказывал про эту войну? Какая война была для него, чем она ему запомнилась? И что вы запомнили? Он сильно про войну не рассказывал, не любил сильно рассказывать, потому что, не знаю. Наверное, все гордости, все видел, наверное, эту войну. Вот был такой лозунг во время войны, все для фронта, все для победы. Ну, в то время-то все на фронте, все для победы. Я в колхозе работал на всех отраслях и пахал землю на лошади, на жатве работал, на сынокосе работал и на золотом келесе тоже работал. В общем, в колхозе все работы и прошел. Про питание, каким оно было, что вы кушали? В колхозе-то питание сильно, тогда у нас был скот, но я жил на гурту, так-то питался еще молочные продукты были особенно. Что вы запомнили больше всего во времена войны? То есть, когда война была, что вы запомнили, самое такое ваше воспоминание, что осталось в памяти? Ну, тогда сильно-то, 11 лет было, сильно-то про войну-то не разбирались, не разбирался. Но, конечно, война есть война, это тяжелая. Даже все мужчины, даже сестры, братья, все ушли на фронте, мы остались, дети и бабушки. Конечно, все работали день и ночь, тем и ночью. Тяжело было? Тяжело, конечно, было, но работали. Все для победы. Старались, чтобы быстро война кончилась. Во сколько начинался у вас рабочий день? Во сколько утра и во сколько заканчивался? Вообще, мы не спали. Работали, значит, да. Ну, 2-3 часа спали, значит. И весь день работали, день и ночь. Сколько лет вам было, когда День Победы наступил? Тогда День Победы... Ну, находился там, в колхозе, но когда услышал День Победы, очень радовались. Все кричали, бросали шапки и так. Все кричали, все радовались. Ну, тогда вот можете вспомнить вот прямо вот этот день детально? Что вы делали? Какая погода была? В общем, далеко время уже. Сильно-то я не помню. Ну, не знаю, какое было время. Вот закончилась война. Ваши земляки, родственники, друзья, соседи. Вот кто-то пришел с фронта. Как их встречали? Они очень радовались. Все кричали. Некоторые даже плакали, что война кончилась. Все радовались, в общем. Жрали своих, чтобы быстрее они демизировались. Пришли с армии. Кто для вас советский солдат? Советский солдат для меня это защитник Родины. Защищает Родину. От начала и до конца. До конца. Одержали победу за счет чего? За счет кого? Как вы считаете? Основное это, значит, дружба, сполоченность. За счет этого, конечно, мы победили. И каждый человек, значит, защищался, знал себя. И за счет этого, конечно, победили. Говорят, что, ну, я сам не знаю, мне тоже рассказывали, мой дедушка, что командиры были жесткими и требовательными. Вот ваши знакомые, там, дяди, тети, кто воевали, что они рассказывали? То есть на самом деле так командиры были жесткими? Да, конечно, командиры в то время, когда они сражались, должны были дисциплированы, жесткие так, строгие. И, конечно, к людям относились хорошо. А вот вы были в тылу, и вот на местах здесь руководители, какими были тоже требовательны, план выполнить? То есть что они, как командовали? В колхозе, председатель колхоза, конечно, был очень требовательный. И, конечно, в то время был уважительным человеком. Уважала и требовала. Во время войны, вот вы были маленькие, да, вам, вы были подростком. Что вы запомнили, что вы вынесли из этой войны для себя? Ну, мы в то время все, значит, работали, работали, работали. Старались хорошо работать, чтобы война быстрее кончилась. Война закончилась уже 77 лет победы. Желаю молодым, чтобы все было хорошо, удачей, и чтобы больше войны не было. Молодой Амур Днеевич, спасибо вам за беседу. Здоровья вам, всего самого наилучшего, долгих лет жизни. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!